друзья привет сушить у меня тут разрывается телефон от сообщений с чатом и только вернулись сочи город сочи так что буду периодически вас не вижу потому что тут весь алматы привет скоро увидимся и вам как дела чего хорошего я вас не видел почти неделю а может и больше вот я на новом месте слушайте начал трансляцию потом понял что у меня на той квартире было все так построено телефон стояла теперь я понял что я не успею ой привет машкин рад тебя видеть ребята это круто это круто у нас с вами серьезные как отдохнули но на самом деле это было в плюс-минус работы плюс-минус отдых очень круто съездили помимо всего прочего в sky парк покатались на аттракционах ездили в абхазии посмотрели красоты вот вернулись и мне сбили зеркало точнее не мне жена пока ждала меня сбербанк заставил меня поваловаться где наша любимая картина у меня другая картина ребят я потом попозже покажу говорит будем конечно будем не востоку привет чего не спите ну так или иначе ребят все пока 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 танцевали круто да пока здесь все в каком-то непонятном не мне не нравится если честно она большая квартира какая-то блин потолки огромные я же как-то здесь живу мне пока тяжело есть смысл при наборе мышечной массы подключить жиросжигатель не хочу заплывать жиром но вы можете это сделать за счет все-таки манипуляции углеводами но я имею виду калорийность рацион питания может добавить жиросжигатели но вот какая-то такая история знаете это давить на газ и на тормоз одновременно на мой взгляд есть смысл циклировать периоды избыточной калорийности периодом дефицитной калорийности вечер добрый это куда вы переехали до слушайте до старой квартиры идти на самом деле 15 минут только у меня опять болит я теперь не хожу ваше мнение об аргенине слушайте он почти на всех работает но есть те кто слушать прошу прощения тут верчусь я не могу найти семейство вот в костроме были недавно вот об аргенине до забыл сказать стоит приседать с длинными ногами со штанга нет так вот аргенин работает практически на всех но если вы его не чувствуете уверены в том что добавка рабочая фирма хорошая я бы попробовал цитрулин в этом смысле он минует печеночный барьер и дает очень неплохие вот те же самые ощущения по сути савропольский край привет то что у меня рука затекает ужаса привет шлябинск спасибо за знание челябинск привет давно не видели почему недавно увиделись что думаете о мелдранате панангине в комплексе я думаю что это и другой лекарственный препарат но если говорить о мелдранате точно панангин все-таки калий магний ну я бы вот просто так то есть он все равно имеет свою точку приложения иногда происходит смещение мениске чего то чем то ребят не знаю хочу сделать специально для вас скоро прямой эфир с доктором ортопедом-травматологом с которым мы снимали три видео по поводу травм связочного аппарата становой всегда выносить конец тренировки я бы выносил конец тренировки потому что после хорошей становой наверно уже ничего не получится она становой в принципе так прямо с сконцентрировано ментально собраться и сделать при это столетия привет когда планирует следующая поездка в сочи ребят не знаю следующий фитнес-тур у нас будет уже в в анапе это будет в июле месяца привет как грамотно вставить силовые после растяжки задней поверхности бедра слушайте ну считайте что вы фактически как автомобиль после саратов салют как автомобиль после капитального ремонта то есть вы же понимаете что в первую очередь вы должны ориентироваться на какие-либо болевые ощущения если они есть то естественно избегать упражнение ну точнее собственно упражнение которое приводит к появлению ну и конечно принцип постепенности кого дозировка омега-3 в сутки один грамм но если мы говорим не один грамм в капсулах один грамм как раз жирных кислот как приобрести вашу книгу она предзаказе сейчас эти говорят дом какого-то числа марта скидка по промо-коду 20 процентов выложу в stories с ростом 190 можно делать становые приседы ребят даже в росте 205 как вот только что товарищ товарищ задал вопрос можно делать в просто рациональности зачем зачем при таком росте гробить свой позвоночник зачем при таком росте делать упражнения которые в конечном итоге еще не факт что даст вам преимущество или дивиденды вас не видно а извините сейчас видно нагрузки при порогах сердца можно или нет и должны быть они конечно лимитировать тоже порог сердца что за новая обстановка что тут все новое но самое главное на самом деле то чем я горжусь я даже покажу ну пока там слушайте очень все 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 очень некрасиво но я покажу это то чего я все же всю жизнь хотел это иметь свою собственную где она включается свою собственную гардеробную вот вот чтобы чтобы у меня была возможность повесить все свои кроссовки всю свою одежду но пока здесь все вот вот в таком состоянии но вот обуви 20 пар уже умудрился умудрился я надеть это наверное самая большая гордость сочи у меня есть а все остальное в общем мелочи вот так что вот так вот добрый вечер за на по добрый она поскоро к вам приедем прошу прощения что отвлекся какие инъекционные витамины лучше использовать если группы b то это конечно все-таки мельгама что скажет про жиросжигатель dhp динитрофенол скажу что это не сжигатель по сути это яд вот и эта игра с огнем что скажете за гормон роста после частичного разрыва плечевых связок вы ускорите процесс восстановления на это однозначно ваше мнение для приема быца время в процессе тренировки 15 грамм больше не надо же можно выступать на чемпионате московской области по бодибилдингу не имеет спортивный разряд по бодибилдингу конечно конечно делайте заявку пишите все и выступаете вам разряд дадут уже после когда вы играете обязательно ли доводить до подход до жжения в мышцах нет не обязательно подход нужно доводить до отказа жжением сопровождается значит закисление достаточно но она не является определяющим вы мой кумир спасибо пентоксифилин для папы эффективный это аптечный препарат но он дороже зачем вам пентоксифилин или трентал если у вас есть аргинин пример из надпочечника может повышаться давление ребят не знаю оказывает ли высокая кардио катаболически любая физическая нагрузка которая будет приводить к выбросу кортизола а это всегда на уровне низкого сахара в крови на уровне вашего стресса всего остального будет приводить катаболизм ковальков советую за два часа до кардио ничего не есть после полтора ковальков странный человек вот который выглядит странно который говорит странные вещи и я понятно что вы не имеете возможность сказать доктор ковальков схрена ли за два часа и после чем эти цифры обозначены то есть если есть суммарный видимо что клоп ребят простите вот схрена ли если в конечном итоге прирост или снижение веса тела будет определяться балансом калорий в течение дня они в течение кардио нагрузки а что вы думаете о креатине думаю что сама исследована добавка обязательно напишу о ней целый пост расскажи про элькарнитин не надо ждать от элькарнитин никаких чудес он транспортирует но не сжигают на самом деле я лично использую элькарнитин и я чувствую себя лучше то есть я лучше себя чувствую а соответственно исходя из этого качество тренировки с пламенным приветом зубы спасибо и вам принимать на ночь креатин с казино лучше чем перед тренировкой соло да я не думаю что будет существенная разница в чем дело то есть вот какие-то вот такие манипуляции для вас да предзаказ есть на европу вот да книги есть сколько раз в неделю тренировать мышцы сколько подходов на химии по силуянову я не знаю сколько подходов на химию от 6 до 12 рабочих подходов на одну мышечную группу это не по силуянову это исследование островского как вам после гайна что нурального тренинга не читал я на югайне подписан поэтому ничего не могу ответить можно принимать омегу постоянно нужно просто она не может быть токсична и переесть вы ее не в состоянии другое дело то что если вы едите жирную рыбу хладноводную селедку семгу форель зачем вам ее принимать извне точнее омегу-3 при приеме киатина нужно перерыв или нет если пьете большими дозировками порядка 5-10 грамм то есть смысл сделать если после перерыва приема порядка там 6 8 недель переходите на три-четыре грамма такая так называющая поддержка дозировка можете пить ее на полном ну на постоянной основе где можно сделать предзаказ на европу я сегодня выложу в stories вот эту историю сколько часов на тренироваться я не знаю кто-то тренируется пауэрлифтера три часа я тренируюсь 30 минут вопрос не в том сколько надо тренироваться что в тренировку вносите когда вы пришли в зал помылись ушли ну вот что важнее количество повторений время под нагрузкой вообще эти вещи по сути прямо пропорционально но если брать если не брать только например упражнения которые имеют очень низкую амплитуду от 6 12 подходов это химику чушь какая почему химику а физику я не знаю от 6 12 я еще раз говорю почитайте исследование островского у меня есть целый пост там есть ссылки на это исследование вы можете активную ссылку нажать даже в вконтакте если в инстаграм она не активно то ваш любимый город мне очень нравится казань мне очень нравится владивосток мне очень нравятся пропушку что мне еще нравится ну питер естественно свой родной это есть в россии потом потом мне еще очень нравится че саранск понравился вот вот такие города казань владивосток саранск до сочи да да сочи вот все-таки что эффективно для пампа аргинин или пексифилин а как можно определить вы попробуйте определить и только и опять же мне кажется надо сходить из рационального финансовых затрат. Я просто не знаю, сколько стоит пентоксифилин, поэтому мне трудно сказать. Насколько я понимаю, он существенно будет дороже. Какая оптимальная доза глютамина в день и схема приема. Слушайте, опять тоже не надо делать никаких чудес. Это добавки порядка 10 грамм, либо сразу после тренировки в день, либо перед сном. Как нашу Денису Борисову с уважением, не знаю, правда, чем он сейчас занимается, так приезжай к нам в Казань. Так вот, есть задача приехать. Да, в Казань, так а что у меня вообще-то должна поездка в Казань, она сейчас карается переговоры. 48 лет, вес 155, ну это круто. Я не знаю, правда, что круто, вес 155 или рост 48 лет, ну, блин, ну это много. Просто если сухой мышечной массой, это круто, если жир и плохо. Протеин влияет на печень и почки. Нет, в тех дозировках, которые обычно приняты, не влияет. Потому что протеин это всего лишь белок. То есть, ну, это слово, в общем, переводится как белок. Это то же самое спросить, курица или мясо влияет на печень и почки. Статодинамик не приводит к излишним катаболизмам, к натуралу. Закисление сильно нет, не приводит. Слушайте, Силуянов в свое время ввел вот эту историю, связанную с перезакислением, но никто не может ответить на вопрос, что такое перезакисление. Сколько? Сколько должно? Вы что, будете после каждого подхода мерить уровень локтата в крови? Конечно, нет. Как бы вы поступили, если заняли товарищам деньги, а у него второй месяц резины тянуть, бить таких? Нет, не надо бить. Давая товарищам в долг, вы фактически должны себе в уме держать то, что он вам их не отдаст. Ну, вы сами пришли на это, у меня тоже есть такие товарищи. Ну, что делать? Ну, так бывает, ребят. Ну, вот хочется спросить, как и почему, ну, так и относится. Так бывает. Как просушиться без химии? Так же, как и на химии. Дефицит калорий влияет на там и на другом одинаково. Когда вы не едите или едите меньше, чем тратите, ваш организм будет без вариантов снижать вес тела. Ну, в основном за счет жира. Ну, если вы правильно делать. Вреден ли креатин? Если ваши почки нормально работают, если вы не получаете сверхдозировки, то нет. А 48 лет, с каким весом лучше работать, увеличивать вначале, сначала худеть? Вначале худеть. Если все-таки 155 килограмм, это не мышечная масса, то худеть. Есть такая история, связанная с партиционированием калорий. При таком весе у вас гарантированная инсулинорезистентность. И если вы будете не будете следить, у вас есть время на индивидуалке? Нет, практически нет. У меня есть несколько ВИ-клиентов, я их тренирую пока еще. Вот. Курс витамина Д. Сколько по времени пить? Профилактика. Ребят, не помню дозировок. Вот буквально недавно у меня был эфир с эндокринологом. Тот называл дозировки. Честно, не помню, потому что считаю, что история с витамином Д притянута за уши. Вот. Сейчас очень... Знаете, было одно время там... Омега-3 вот на каждом углу. Потом витамин Д. Точнее, сейчас витамин Д, а потом была с глютамином такая же история. Ну, слушайте, пройдет из витамина Д. Петоксифилин стоит дешевле аргинина. И все же, что лучше? Я не знаю, что лучше. Если вас интересует с точки зрения кровонаполнения, попробуйте и то, и другое. Мне, например, петоксифилин, как мертвого припарки. Ну, к примеру, мне. И аргинин мне не очень хорошо работал. Цитрулин прекрасно работал. Поэтому тут я не знаю, как на вас это работает. Стоит ли на массе понижать калораж, если заплывая жиром? Конечно, стоит. Еще как стоит. Называется циклическая диета. Коимзин-диете магний B6 плюс совместно можно принимать? Да, можно. Они никак не повликнуты. Сколько калорий потребляют при весе 183, сбросив 2-3 кг? Дружище, неужели вы думаете, вот 83 кг и вот эта цифра должна кому-то что-то сказать? Вешу 110 кг, ну, 108 или 109 кг. И ем до 2000 калорий, это точно. Сейчас мы вообще очень жестко после фитнес-тура. Хотя, вы знаете, я уехал и приехал с весом 109. Что скажете остановить с Пасхуходского? Я не знаю. Он какую-то серьезную остановку показал? Ну, не знаю. Я опять же повторюсь, не знаю. Если он там хотя бы где-то килограмм 270-260 потянул, это круто. Если там вокруг 200, ну, слушайте, это смешная цифра. И тут не надо даже. Ну, опять же, я повторюсь, для человека, который заявляет какую-то свою обстоятельность. На канале Брина в вашей программе спина 2 раза в неделю. Нет, не спина 2 раза в неделю. Это просто была недельная тренировка. Понедельник, среда, пятница. Следующий понедельник идет точно так же. Урсасан. Стоит пить после курса? Не знаю. Как убрать низ живота? Никак. Убрать низ, середину, среднюю часть живота? Никак. То есть, жир уходит исключительно по понятным вашему организму принципам. Ну, к сожалению, вот так. Вы пробовали продукцию Культ Лаб? Нет. Будет ли большая разница, если на ночь пенсирующий протеин вместе с казеина? Ну, казеин дает скорость всасывания существенно меньше. Я сейчас могу ошибиться. У сыворотки, по-моему, 10 грамм в час. У казеина, по-моему, процесс всасывания происходит там грамма 4 или 5. То есть, ну, в два раза дольше будет являться донором аминокислот. Насколько это важно? Ну, конкретно, вот, на уровне любителя, ну, трудно сказать. Три упражнения, четыре подхода не растут, ни бицепс, ни трицепс. Ровало четыре упражнения. Такой же результат. Ну, потому что вы манипулируете только лишь количеством подходов в количестве упражнений, а я манипулирую временем, ну, количеством подходов, точнее, количеством повторений, время отдыха между подходами и сочетанием другими мышечными группами. Как закачать колено при остеопорозе? Ой, не знаю. Слово «закачать колено при остеопорозе», на мой взгляд, как-то звучит не очень. Правда ли, что первые три года в фуллбаде самая эффективность 7 тренировок? Я писал об этом в статье, вот, и могу сказать, что не нужно в какой-то причине выделять то или это, почему нельзя совмещать, почему нельзя чередовать. И разговор о том, если бы в фуллбаде было эффективно первые три года только лишь, то в этом случае, естественно, только лишь и мы занимались. Таких исследований и опыта наблюдения такого нет. Очень многие растут прекрасно на сплите, переходя на фуллбаде начинают отставать. У меня в моем онлайн-классе очень многие рады тому, когда я начинаю циклировать в рамках одного месячного цикла чередование фуллбаде, сплита, состоящих из двухмышечной группы, сплита, состоящих из трехмышечной группы. Очень классно ложится на нервную систему, на, собственно, настроение. Что это делать при седании с грыжей? Я бы не стал делать. Но что вам мешает заменить их на жим ногами? Ну, я не вижу никаких проблем. Сталкивались с приитринованностью? Нет. И я больше того могу сказать, никто не сталкивался. То есть единицы из тех, кто реально рассказывает об этой проблеме, реально сталкивались. Все остальное это домыслы. Привет из Алекс Фитнес, Челябинск, привет из Израиля, Пашка, Пашка, Израиля, привет. Не знаю, когда мы до вас доедем, долетим. Как поступить после операции на паховой грыжи? Тяги противопоказаны. Ну, если они, вот вы знаете, это из разряда того, что вы меня спрашиваете, я не знаю, у меня никогда не было паховой грыжи, к счастью. У дочки было, но она не делает становую тягу, это точно. Вот. И, соответственно, ну, правда, я же не врач, я не могу быть неточным или ошибиться. Посоветуйте книгу, какую? Когда колешь с той стороны, какие витамины может принимать? Я не знаю. Вы же не просто, мне просто интересно. Шанхай, привет. Мне знаете, всегда интересно, человек колет в себя фарму. Ну, он же не просто так, взял просто, это же не аптеки, где-то нашел барыгу, барыги купил. Наверняка у него спросил, как ставить, залез в интернет, откуда же я-то знаю, как вы это делаете. Вот. То, что делают 99% просто какой-то дичи, другое дело. Но я уже сказал, что от меня, вот, в этом смысле никакой информации вы не получите, потому что я уже давным-давно не в теме. Вот. И мне просто реально стыдно, потому что я могу дать совет, который просто навредит. Я уверен, что спортивная фармакология должна двинуться, по крайней мере, за те годы, когда я уже вышел из нее. Может делать девушке, делать жим лежа, если она этого хочет, но боится получить мужеподобный верх тела. Глупости. Покажите мне девушку, которая, вот, представляете себе эту историю, мне тоже очень много девушек подходило, говорили, тыкая пальцем в руку. У меня было время, когда руки были большие, сантиметров под 50. Она говорила, вы знаете, вот мы тренируемся, я не хочу таких рук. Вот. Александр Невский, Ставрополь, привет. Поэтому мне трудно представить, вы же тренер, судя по всему, да, неужели вы думаете, что ваш подопечный, выполняя раз в неделю жим штанги лежа в двух или трех рабочих подходах, вдруг станет иметь мужеподобное телосложение в верхней части титловича. Ну, я даже не представляю, какую формулу использовать для расчета пульса каждой при тренировке беговой дорожки. Нету никаких формул, можете интуитивно подобрать границы анаэробного порога. Это в том режиме, когда вы можете связанно разговаривать фразами. Ну, слышу о новой категории Мэнс Классик или Классик Физик, по-моему, называется. Не знаю, о том мне. Вашу книгу можно купить в Крыму-Ялте, да, конечно. Вас очень приятно слушать, ждем ваш собственный канал на Ютубе. Я думаю об этом. Вот. Энглис, привет, как правильно поступить, набрать, а потом скидывать, либо скидывать, а потом набирать. Индекс подкожный. Ну, у вас не так много, я бы на вашем месте вообще циклировал. Немножко работал бы на профиците, три неделечки. Начал жирнеть, опа, дефицитчик неделю. А если в идеале, то, наверное, вначале снизить процент жира для того, чтобы улучшить чувствительность клеток инсулина. Можно ли играть эктоморф в футбол? Я уверен, что никто вам не вправе запретить играть в футбол, баскетбол или в любую другую игру. Связь мозг-мышцы важнее, чем рабочий вес. В смысле связь мозг-мышцы. Такой связи, вы просто знаете, такой раз, звонок, там такой нет. Любое усилие, которое вы прилагаете, перемещая снаряд, это как раз тот самый связь мозг-мышцы. Судороги после тяг, в чем проблема? Не знаю, трудно сказать, но попробуйте, добавьте калий-магний. Хуже не будет, лучше не станет, но уберите. Но только в нормальных дозировках, потому что бывает, люди умудряются, там, чудовищные дозировки калия начинают принимать. Как эффективно развивать верх груди, если болят плечи при отжиманиях на брусьях с весом, жим под углом, что еще? Почему жим под углом? Любое упражнение, при котором происходит приведение руки, коси туловище под углом. Пару совет о Буче, спасибо. Никаких пару слов о Буче нет. Буче это уже 20 век, на дворе 21 век, поэтому заканчивайте манипуляцию вот этими белками, жирами, углеводами, оставляйте рефит. Собираюсь в Питер, друзья, возможно, с вами видеться в клубе, провести совместную тренировку. Да, если я буду на месте, ну, честно, она, в общем, достаточно дорогостоящая. Учитывая, что у вас нет абонемента, это будет стоить, там, 5 с небольшим тысяч рублей. Семь суток на работе, трое суток дома. Какую лучше программу вырвать? Фуллбадди? Да, фуллбадди, конечно. Других вариантов я вот не вижу. Как сравнить мышечную массу, держа пост? Тренироваться меньше. Тренировки должны быть короткие, в диапазоне где-то 8-10 повторений, потому что в этот период ваша задача минимизировать потери мышечной массы. Как относитесь к БЦА? Использую на тренировке, и вам советую. Как вы относитесь к вспомогательному тренингу? Ричи Пиано. С этой историей мне не очень нравится, но в целом, в общем, многоповторный тренинг вообще все больше и больше попадает уже в поле зрения даже известных спортсменов. И им уже неудобно признавать, что вроде как уже работает. Какой спортпит поможет просушиться? Жиросжигатель поможет просушиться прекрасно. После первых полгода тренировок стал рост массы. Что нужно менять? Не знаю. А я же не знаю, как вы тренировались до того. Ну, наверное, что-то нужно менять. В Сочи, как вам понравилось? В Абхазии в восторге. И Сочи понравился, и в Абхазии в восторге. Рекламу делайте, какая цена? Очень редко. Вы видите, что рекламу я делаю крайне редко. И это должна быть та реклама, не которая мне платит деньги, а которая мне интересна, и которая попадает в сферу схожую. Ну, представьте себе, завтра я буду, не знаю, там рекламировать, я не знаю, какие-нибудь косметические средства. Ну, вы же скажете, Стас, ну, ты нормальный человек, ну, мы тебе не верим, ты просто обманщик. И когда я действительно говорю о том, что, ребят, есть клиника кардиохирургии, которая поможет вам продиагностировать свое состояние здоровья, это правда. Что такое фуллбоди? Фуллбоди – это тренировка всех мышц за одну тренировку. Подскажите книгу о спортивной фармакологии. Я так на память не помню, если честно. Если вы имеете в виду именно фармакологии, той, которая в основном предполагается, да, анаболические препараты, то я вообще таких не знаю. Не, была убомбила книжка, а все остальное не знаю. Какой писательный жиросжигатель, пару слов о нем. Я по-другому вам скажу. У вас должна быть определенное доверие к какому-либо бренду. И в рамках доверия к этому бренду вы можете выбрать себе достаточно эффективную добавку. Ну, потому что Мерседес, ну, я сейчас не беру, так утрирую, да, то есть Мерседес тоже иногда ломается, даже часто ломается. Вот. Фуллбоди, я считаю, это на три раза в неделю делать. Вот. Справочник Машковского. Ну, вот видите, кто-то сказал за меня. Я не знаю такого справочника. Вот. И, соответственно, вы выбираете хорошие бренды. В линейке каждое спортивное питание есть жиросжигатель. Так же, как и Optima Nutrition, поэтому посмотрите. На дефиците либидо меньше, это нормально. Конечно, нормально. Это так и должно быть, потому что ваш организм умирает. Он не в курсе, что вы решили сесть на диету. Ему кажется, что вы умираете. Хорошо выглядишь, скажи, будешь ли еще на камеру готовить. Не знаю. Слушайте, у нас пока кухня такая, она здесь. Вот. Мы ждем завтра, да собирают комнату. Вот. Когда кухня будет готова, ну, чтобы не стыдиться, ну, реально. В той квартире у нас была лучше. Вот. Поэтому мне так неудобно, мне не ловко, мне не нравится. Здесь все лежит не так. Я только научился запоминать, в какой ящике какая одежда лежит, и теперь надо заново учиться. Как-то на Семероеве говорит, что можно добиться рельефа буквально за несколько недель как. Ну, это называется краж диета. Ну, опять же, все зависит от того, насколько вы в состоянии выдержать эту диету. Да. Ну, почитайте краж диета. Вот. И плюс того, какие потери мышечной массы будут. Если у вас растяжки, как предотвратить? Слушайте, за 47 лет не было ни одной растяжки и не будет. Для поддержки сердца кардиомагнил подойдет. Ну, он, там, у него, я опять же могу ошибаться, по-моему, это магний с аспирином, да, то есть, ну, тоже такая сомнительная история. Могу ошибиться, еще раз повторюсь, все-таки для поддержки сердца нужно, ну, наверное, нечто другое. Но, опять же, я не врач. Правда ли, что силовые лучше, чем кардио для жиросжигания? Для жиросжигания лучше то, что больше потратит энергии. Если кардио у вас получит, в итоге на кардио вы потратите полторы тысячи калорий, а в силовой тренировке потратите 500, то кардио будет эффективен. Ваше мнение про половое воздержание в плане спорта. Я против полового воздержания. А с парком пьете, да, каждый день. Ну, мне кардиолог посоветовал. Вот. Про половое воздержание, вот, долго книгу писали? Долго. Реально долго, переписывали очень долго. Мне очень не нравилось, и мы заново писали, 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 писали. Вот. От воздержания я против. Об этом, кстати, говорил доктор. Который был у меня в прямом эфире. Эндокринолог о том, что при длительном воздержании в кровь попадает, опять же, я не помню, какое вещество, да, которое сигнализирует, опять же, в вашей гормональной системе, что выработка, собственно, собственного тестостерона, в общем, не имеет смысла. Спасибо про сегодняшний пост. Пожалуйста. В Сочи с Антоном Петриковым, с Базильевским. Слушайте, нет. Не встречались. У нас каждый день был распишен, просто распишен. Каждый день был прямо расписан. Слушайте, как делать, чтобы у меня на рожи-то не было. Эта история. Каждый день был расписан, и вот не получилось. Мы все-таки выделили скайпарк в этом плане, и выделили мы поездку в Абхазию. Хруст устал. Что делать? Выяснить причину этого хруста. Стас Забаня этого дебила, пожалуй. Какого? Что заменить приседания, если нет, с жимом ногами? Приседания. Гад приседания. Я не знаю, что у вас есть на самом деле. Как сократить потери мышц, когда на диете плюс кардио? Существенно снизить объем тренировок. То есть, тренировки должны быть очень короткосрочны. Какую литературу можно писать в комплексе с вашей книгой в одной тематике? Ребят, я не отслеживаю. Вот моя вся литература, вон она стоит, потом как-нибудь покажу. Расскажи про мельдонии. Слушайте, ребят, это единственный, насколько я помню, препарат, который создан специально для улучшения работы тяжележно-сосудистой системы и для спортсменов. Я впервые его попробовал в 1986 году. Нужны ли на сушке отказные подходы, если дат в каком количестве? В минимальном количестве они нужны, и вы можете, в принципе, оставить подход на уровне 80-90% от отказа, ничего не потеряете. Можно ли есть яйца с желтком на сушке? Конечно, можно, если впадает в рамки ворот вашей калорийности. Что нужно есть для набора масс? Все. Белки, жиры, углеводы. У меня грыжа в поясничном отделе. Внутренер все равно сказал, качает ноги, присоединяюсь за штангой, с малым весом, правильно? Я бы так не посоветовал. Ну, видите, я политкорректен, и корпоративный дух во мне силен, поэтому я не могу сказать, как-то более агрессивный. Ну, вот, все-таки, мне кажется, это неправильно. Скажите, пожалуйста, сколько грамм куриной грудки надо употреблять на сушке? А почему грудки? Откуда я знаю? А мне так интересно, а чем отличается куриная грудка от рыбы или, например, от говяди? Например, на и там, и там, и там 20 грамм белка. И почему вы только в грудке у вас возникает вопрос? Что скажет опередизация в тренировочном процессе на разные мышечные волокна? Как часто менять? Слушайте, я скажу, что я являюсь сторонником опередизации на протяжении уже 2014, ну, лет 5-6, да, наверное, уже 5. Вот. И ученики моего класса испытывают мою фантазию в плане опередизации каждый месяц. Вы сейчас на каких препаратах? У меня несколько препаратов, понижающих артериальное давление, один препарат, снижающий частоту сердечных сокращений, вот, и одна инъекция раз в полтора месяца на гормонозаместительной терапии. Вот, все. Посмотрите, прошлое тренироваться, 90% уже есть, отлично, здравствуйте. Так, что-то про быстрые углеводы, что-то я не хочу про быстрые углеводы, потому что я уже, ну, давайте прочитаю. Сила массу по факту жирнее визуально, как в трансформации, в теле не наблюдая силовые выросли, мышцы незаметно, сон хороший, питаясь тоже нормально бывает, ем и быстрые углеводы. Ну, и прекрасно кушать на дорогах. Какую формулу использовать для расчета пульса кардио-тренировки на беговой дорожке? Никакой формулы. Она не учитывает огромное количество, я об этом уже писал, и вопрос, зачем, какая разница. Ну, а кардио, вы чуть больше будете анаэробного порога, ну, пождете вы мышечный гликоген, ну, и бог-то с ним. Кардио с утра домой на беговой дорожке, как лучше делать, представьте себе, что в течение дня в ваше тело попадает 2000 калорий, тратите вы 1800 калорий, и за счет кардио увеличиваете еще на 300 калорий. Вот, поэтому в этом смысле, я вот думаю, дурачка забаните или нет, ладно, подожди пока. Вот, по мне, вы шарлатан, в одном гефире говорите одно, потом другое. Ну, тогда мы отправим тебя в пеший эротический поход. Вот, поэтому так. Скажи, пожалуйста, про книгу, можно набрать в лабиринте? Конечно, можно. Про ферму, хорошую книгу, Клистова, на болище, терапия, ну, она, насколько я знаю, достаточно старая. Стас, это гормоноспомогательная терапия получается, гормонозаместительная терапия получается. Какая фармакология влияет на здоровье? Смотря какая. Ну, я не знаю, как она влияет, вопрос, представляете себе человек, который использует фармакологические препараты по медицинским показаниям, как влияет? Улучшается. Человек пользуется самостоятельно в сверхдозировках, как? Ухудшается, ну, естественно. А все сгорает, независимо от того, что и в какое время есть. Ну, и круто, жим гантелей эффективнее жиром штанги? Нет, неэффективнее, их нельзя делить по эффективности. Вот, они два разных упражнения. Как вы относитесь к методике Шейко? Я никогда не, всерьез не, не разбирал методику. Ну, кто я такой, кто такой Шейко? Ну, вы понимаете, чтобы я еще свое мнение вам сказал. Он легенда в пауэрлифтинге, в методологии, а я там поднимал там несколько сот килограмм. Диетолог сказал, что профицит лаврии не важен при наборе мышцы массы, важны гормоны. Не кушать на ночь для достаточного синтеза гормона роста. Что вы думаете насчет этого? Я думаю, что этот диетолог не читал никаких исследований. Последний раз он открывал какой-то учебник мифический по биохимии, в котором написано, что уровень самототропного гормона, понятно, что, точнее, выброс самототропного гормона будет блокирован инсулином. Он не знает, что такое эффект рикошета, потому что, ну, опять же, он не читает исследования, ему просто когда-то отучился лет 20, а может, не учился вообще. А может, немного алкоголя? Конечно, даже нужно. Какая зона пульса лучше для тренировки? Не бывает таких. Вы на тренировке не пульсом занимаетесь, вы на тренировке поднимаете штампу. Обязательно ли сдавать анализы перед определением гормона роста? Я не знаю. Я думаю, что да. Я хочу выразить вам большую благодарность. Спасибо большое. Правда, что некоторые исследования проплачиваются. Я уверен, что да. Я уверен, что некоторые, конечно, исследования. Но вы смотрите, в чем идея. Представляете, исследование показывает, что выброс самототропного гормона, который должен происходить... Известно вам что-то о смерти Константина? Да, известно, у меня есть друзья в Латвии, которые близко его знали и знают из первых уст. Естественно, я говорить ничего не буду. Исследования. Ну, представьте себе, исследования показывают, что прием углеводов на ночь никак не снижает в конечном итоге механизм жиросжигания. Ну, кем эти исследования могут быть проплачены? Мне просто интересно. Производителями чего? Углеводов? Ну, думаю, вряд ли. Я стараюсь делать каждый подход до отказа. Я тоже. Как объединить сушку и кардио? Люблю велоспортно, что-то боюсь такое кардио включать. Ну, и напрасно. Какая разница? Эндокринолог в поликлинике сказал, что все эти порошки протеин вредные. Не только вам, сказал. Любой врач в поликлинике скажет, что это все прямо вредно, вредно. Углеводное окно совет закрывать. Написал об этом статью буквально неделю назад. Почитайте. Нет, не советую. Если вы не кроссфитер, пауэрлифтер или спортсмен циклический экспорт. И даже слово советую, не советую, неправильно. Как сушиться с углеводами или без? Сушиться лучше на дефиците энергии. Но обычно, учитывая, что белки, жиры мы не можем с вами урезать сильно. Слушайте, как нельзя сделать, чтобы рожа была видна. Обычно мы за счет углеводов. Что лучше, сплит или фуллбоди для роста мышц? Откройте хэштег умный бодибилдинг. Моя статья так называется фуллбоди либо сплит. Почему вы выбираете что-то одно? Почему нельзя чередовать? Почему нельзя делать периоды циклами? Ваше мнение о БЦА. БЦА основная аминокислота лицин. Если вы ее недополучаете, то обязательно надо добавлять из БЦА. Где найти ваши статьи? Здесь в инстаграм хэштег умный бодибилдинг. Если хочешь набрать мышечную массу, кардио надо делать. На мой взгляд, лучше не надо. Опять же, некоторые прямо любят и прямо хотят. Тут можно минимизировать. Но в принципе, я не вижу большого смысла. Я уже говорил. Набор мышечной массы и кардио, это примерно как жать нога с тормоз одновременно. Можно есть ворог на ночь, как источник белка? Да, кушайте. Что думаете о глюкозамин, хондроитин, МСМ? Работает? Да, работает. Другое дело, что их принимать нужно длительно. И, конечно же, восстановление хрящевой ткани, это очень такой, очень долгий процесс. Что делать, если могу отказаться мучного и сладкого после последней сушки? Ну, смотря сколько времени прошло. Если неделя 2-3, еще ничего страшного. Если больше, то надо что-то делать. Вот. Уточнить по белокардио на сушке. Это отдельный день или лучше? Без разницы. Вы за один день не станете худее на 2 килограмма. И за 2 дня не прибавите 5 килограмм. Это все десятки грамм веса тела, ну, я имею в виду жира. Ну, хорошо, сегодня вы на кардио там сожгли, там, не знаю, дополнительно 20 грамм жира. Ну, пускай будет это сегодня, а не завтра. Вот. Слушай, как же я там сидел-то в своем старом доме, вот. И что надо сделать, кто мне скажет? Вот. Может, вот так, что ли? Не знаю. У меня 5%, 15% жира в теле. Как вы думаете, мне можно уже делать упражнение на пресс? Вы могли делать упражнение на пресс при 25% жира и при 5%. Я просто не понимаю, зачем. Что собираетесь делать в Казани? Проводить семинар. Задерживает ли прием амилопектина во время тренировки количества 20 грамм на секрецию гормона роста? Любые углеводы, приводящие к выбросу инсулина, будут задерживать секрецию гормона роста. Только я не очень понимаю, зачем он вам нужен? Ну, выработается у вас там, не знаю, там, я не знаю, сколько это миллиграмм гормона роста, и что дальше-то, что он сделает вам? Пиклеат хрома работает. Слушайте, вот на мне работает. У меня клиентка сегодня, мы с ней болтали, работает. Кто-то говорит, пустышка. Ну, может быть, это вопрос еще плацебо. Смотрите просто, чтобы лицо было в верхней части экрана. Так. Ну, да, я понимаю, только я не понимаю, как. Я не очень красивый, когда вот так, я какой-то дурацкий становлюсь. Любимый вкус протеина. Рокки Роуд банан сейчас. Это от цвета зависит. Тут источник сверху бьет, поэтому такие тени. Точно. Вот. Сколько должна длиться тренировка у натуралов? Смотря что вы в тренировку ходите. На мой взгляд, у натуралов, у ненатуралов, у всех примерно одинаково. Примерно там 60 минут, если вы за эту тренировку делаете там 25-30 подходов к снаряду, армейский жим эффективен. На мой взгляд, он очень травматичен. А эффективность вот под вопросом, можно ли набирать массу, тренируясь, под сплитов, диабазон 5-7 повторов, на все подходы тяжелые. На мой взгляд, это будет крайне неэффективная техника. Но я знаю массу людей, как, опять же, заметили, я говорю, на мой взгляд, то есть это исключительно моя точка зрения. Приседание, если начать чуть с колена, не стаза, что скажете про техник? Приседание, если начать чуть с колена, я не понимаю, о чем речь. Что скажете про добавку методекстрина, полезный или нет? Почему? Ну, слушайте, это такой углевод с чудовищно высоким гликемическим индексом. Прекрасно работать. В Казахстане был, да, раз 5-6, буду еще 17 марта еще раз. Какие витамины посоветуй на сушке? Optimen, обычные витамины, то есть для мужчин. Добавку, какую энзимку дети, когда лучше все принимать? Слушайте, она жирорастворимая, смотря на какого производителя. После еды порядка 100 миллиграмм, не ошибетесь. Что, если постоянно заниматься силовыми тренировками или лучше передавать спампингом и статодинамикой? Статодинамикой не является какой-то тренировкой статодинамикой, это ограничение амплитуды движения. Поэтому я считаю, что вы можете делать и силовые тренировки статодинамикой, и высокоповторные статодинамикой. Склонен к планете. Во сколько последний раз приемов углеводов, масса набора и тренировка заканчивается в 18-м? А какая разница, в какое время? Представьте себе, что вы 2000 калорий съедаете за день. Какая разница, как вы распределите, что после 16-18 часов. В вашем случае тот же банан, который вы съели бы, например, в час дня, который калорийно съедает 100 калорий, каким-то образом как-то станет по-другому калорийно съедает, что он насосет с воздуха. Добавки или препараты? Спрошу еще раз, не обижайтесь. Надеюсь, вы видите, у меня этот эффект сильно выражен. Мешает полноцентровать, как снизить эффект пампинга, добавки или препараты. Тренируйтесь в другом режиме. Как можно снизить эффект пампинга? Вот это интересно. Пампинг это, знаете, давайте по-русски назовем. Пампинг это эрекция. То есть, когда приток крови превышает его отток. Ну, как вы снижаете эрекцию? Я не знаю. Перестаете заниматься рукоблудием. Я не про вас конкретно говорю, конечно. Ну, собственно, перестаете выполнять фрикции. Вот так скажем. Морально источник диеты из зала. Что принимать? Ну, попейте. Какой состав ГЗТ, ребят? Ну, я уже миллиард раз говорил, что я не буду подобные вопросы отвечать. Потому что, ну, собственно, я же не просто. Как большая часть людей едет к барыге какому-то, говорит, продай мне какую-нибудь эфироцестерону. Я поехал в Москву, съездил к хорошему доктору, сдал все анализы. Приехал домой, купил очень дорогостоящие лекарства. И, собственно, чем и дело. Как убирать жировую прослойку на животе? Нельзя убрать жировую прослойку на животе или на другой части тела. Посоветите, пожалуйста, витамины по повышению энергии силы. Постоянно чувствую себя уставшей. Ну, некоторые чувствуют очень хороший прилив сил от витаминов, содержащих женьшень. Попробуйте. Что вы думаете о клюкозамин, хондроитин? Им самим работает. Я уже говорил, да. Где вы сидите? Не в туалете, случайно? Не, не в туалете. Нет, в своем кабинете. Вот. Ну, вот так он выглядит. Пока еще не до конца все. Ну, вот там, видите, у меня целый шкаф. Пока еще не знаю, чем его забить. Очень воздействие. Цену не ваше мнение. Спасибо за то, что делите всегда очень актуально информацию. Спасибо. Привет из Иванова. Привет. Что лучше кушать с продуктом для набора перед тренировкой? А почему вы считаете, что перед тренировкой какой-то особенный рацион должен быть? Вы должны в течение дня съесть примерно 2 грамма белка на килограмм веса. Примерно. Сколько-то, порядка 0,5-0,7, ну, может быть, 1 грамм жира на килограмм веса тела. И, соответственно, то количество углеводов, которое вам необходимо. И дальше в рамках этой калорийности распределяете приемы пищи так, чтобы вам было удобно. Вы знакомы с Денисом Семенихиным? Да, конечно. Ты сильный? Нет, не сильный. Я жму 70 килограмм штангу лежа. Кстати, попробовал до 70. Должно быть, Женя, в целевой группе после тяжелой тренировки? Нет, конечно. Если тренировка на 6-8 или 10 повторений, вы никогда не почувствуете. Генер советуете, если вы не добираете, если вы не забираете, у вас есть награды, да, кстати говоря. Кубки я не привез в старые квартиры, вот, они там лежат, стоят. Стоит ли новичку пить протеин? Если вы не добираете белка из обычной пищи, конечно, стоит. Если месяц постоянно дорого не занимался, что оставить в спортпито? Ну, слушайте. Я читал хорошее исследование по поводу креатина, то, что он помогает сохранить, как раз, ну, снижает распад мышечной ткани во время отказа от тренировок. И я на себе это попробовал, когда лежал с пневмонией, я практически ничего не потерял. Привет, Спятигорска, спасибо. И вам спасибо. Что делать, если после каждого приема пищи, тренировки всегда хочется в туалет? Не держите в себе, сходите в туалет, я не знаю, то есть, что вы имеете в виду? Ну, вот, ну, если вообще, то есть, представьте, если вы 6 раз в день будете кушать, вы 6 раз будете в туалет ходить? Что вы в свитере? Потому что я ходил по пояс голый, вот, жена уехала, а я не знаю, где в этой квартире вообще что лежит. Вот просто я открываю и вообще не понимаю. Я в той, говорю, квартире только научился запоминать. Мне надо сейчас повесить стикеры, чтобы искать место, где, где находится моя одежда. Поэтому нашел вот полку, где лежат кофты. Вот я ее одел. Было бы футболка или майка, я ободел футболку или майка. Спасибо за ответы, ждем в Екатеринбурге. Спасибо и вам обязательно приеду. Привет, тезка. И вам привет. Как, конечно, убирается мышечная масса, а не жир? В зеркале никак. Ну, вы можете сделать какие-то там замеры, да, при помощи калиброметрии, вы можете сделать биоимпедансиметры. Но в целом никак. Ты как себя покачал? Покачал? Ну, я покачал. Покачал, как лучше использовать систему нот 10 на 10. Ну, на мой взгляд, это одна мышечная группа в неделю. Вот в базовом упражнении. По крайней мере, у меня ребята делают именно так. Потому что сделать на две мышечные группы нот, ну, так будет достаточно объемно. В Нижний Новгород собираетесь. Знаю, что собираюсь в... Ну, сидели бы изверху. Не, ребят, не могу сидеть безверху. Я некрасивый, несексуальный и, мне кажется, жирный. Хотя, в общем, все относительно. 9 марта будет Ноябрьск, это точно. Потом будет 17 Алматы. Потом будет 23 Чита. Ну, 21 у меня день рождения, поэтому я буду дома. Пища совсем не усваивается во время тренировки. Видимо, сильно ускоряется метаболизм. Ну, я не понимаю, что значит, пища не усваивается. А как вы это замечаете? Вот. Дурачков, слушайте. Дурачков немного, кстати. В Самаре был несколько месяцев назад. Думаю, что... Не знаю, когда. Думаю, не знаю. У вас будет семинар в Казахстане? Да, у меня семинар будет в городе Алматы. Очень люблю. Долгий период без тренировок. Как лучше начать свои тренировки? С низкой интенсивностью, то есть вес маленький. То есть в фуллбоди. Ну, в неделю-две входите, как минимум. Спасибо за прямые эфиры. Класс. Вам спасибо. Генер перед тренировкой на точках с утра нормально. Пытаюсь набрать массу. Да, нормально, но не злоупотребляйте. Не занимайтесь ерундой. Билеты что-то купили? Да, купили. Ну, такой перелет, надо признаться. Ты на ферме был? Да, на ферме я коз доил, коров доил. Я на ферме всегда бываю. Что вы думаете о суперпроценте на 20 повторений? Думаю, что я их делал. Мне очень понравилось, но это очень большой экстрим. Прежде всего, сердечно-сосудистая система. Это когда берешь 10 повторений, с которыми ты можешь делать, и делаешь 20. Там сердце выскакивает. Я думаю, что такими экспериментами я усугубил свое состояние. На Новосибирск планируете прилететь? Нет, пока Новосибирска не было в планах. Насколько я, опять же, помню. С 22 числа, что с 22 числа? Ну, если читать, то 22. Креатин работает, конечно. Вы в Норильске не планируете посетить? Ребята, в Норильске не будет. Точно отгенера нарушился стул. Стоит пробовать пить еще раз. Стоит уменьшить дозировку, либо поменять марку. Гомонюк в марте Воронеже. Ну, значит, Миша Воронеже. Есть ли смысл увеличения количества повторений на сушке? Нет никакого смысла в этом сушке. В Грузию не планируете? Нет. Насколько я помню, Азербайджан есть на повестке дня. По-моему, Азербайджан, ребята. Семинар в Израиле будет, но если пригласят, да. Есть смысл заменить дорожку на боксирование, груши, кардио? Не вижу в этом проблемы. То есть, почему бы нет? Просто, ну, опять же, в конечном итоге, тот же расход, точнее, не тот же, а существенно больше расход энергии. Ну, просто, там, не жестите и все. Вот. Влияет ли желтой тренировки на зрение? Я не знаю, ребят. У меня зрение стало ухудшаться, я не помню, когда. Года полтора назад. Ну, пришло время, вот и все. Вот, когда вы посетите ваш семинар в Саратове? Ну, надеюсь, мне сплит ли в футбоде? Почему надо выбирать? В Омске не планируете? Нет. Жена фитнес-тренера, групповых программ тренирует людей. Результаты у девочки есть, сама и тренируется. Питается правильно, ничего вредного, килокалорий соблюдает. Результата нет. Что это? Генетика или, ну, если состояние здоровья все в порядке, гормональная система нормально работает, значит, ее энергозатраты равняются ее потреблению количества энергии. Так бывает. В каком процентном соотношении побуду кушать свою гигантскую жуну? Вообще не заморачиваюсь. Вот, могу сказать, что сейчас будет. Это будет омлет из шести яиц, из пяти. Ну, из которых, наверное, четыре съем. Я делаю одну же. Это будет банка. Ну, мы только переехали, у нас вообще готовить лень все. Вот. Выложу обязательно про Алматы. Афиша. Вот. Это банка какого-нибудь фасоли. Это я ее люблю. Вот. И два протеиновых батончика и кофеечек без кофеина. Вот, собственно, все, что я съем. А, не-не-не, не вру. Еще такие какие-то хлебцы я ем. Ну, может быть, штук 7-8. Вот, собственно, и все. Стас Кардио с утра плюсы-минусы. Никаких особенных плюсов, никаких особых минусов. То есть, это то же самое, что вы на автомобиле потратите литр бензина утром, днем или вечером. Минусов может быть несколько. Первое, если вы после кардио себя чувствуете вялотекущим, а в Алматы будет семинар. Если вы после кардио чувствуете себя вялотекущим, то это минус. Если вы после кардио хотите жрать и не в состоянии контролировать аппетит, это минус. Если вы после кардио на следующий день у вас тренировки силовые идут, то опять же вялотекущие, это тоже минус. А все остальное плюс. Какой процент быстрых углей, допустим, для общего суточного количества? Сколько угодно можете есть простых углей, кроме одного. Простые угли, к сожалению, очень... С точки зрения коррекции веса тела. А с точки зрения здоровья, конечно, углеводы простые. Не надо злоупотреблять, чтобы себе не спровоцировать, ну, понятно, что диабет. Дайте, пожалуйста, совет по тренировке средней дельты. И сколько раз в неделю можно тренировать среднюю дельту, если остающую мышечную... Слушайте, я, кстати, хочу... Ребята, ну, я не знаю, как вы тренируете, как можно сказать. Скажет. Вот. Я хочу сделать... У меня будет кофе без кофеина. Это как и зачем? Потому что у меня гипертония, потому что я нахожусь на постоянной антигипертензивной терапии. Вот. Поэтому... Вот. Поэтому я стараюсь пить. Сколько стоит ваш спортпит? Он мне нисколько не стоит. Воли, судьбы и моим спонсорам он мне нисколько не стоит. А та квартира дочки или сына дочки? У сына есть своя квартира. Та квартира дочери. Сколько я вешу? 189 килограмм сегодня взвешивался. Ну, сейчас активно сажусь на диету, вот, потому что в Сочи немножко я распустился. Хотя, опять же говорю, я даже пресс вижу до конца, но просто мне как-то я уезжал прямо вообще хороший. Я просто знаю себя, мне гораздо проще взяться за... Жестко и там за недельку сделать форму. А сон плохой после не решая мелатонином, глицином, габбой. Проблема в том, что просыпаюсь очень рано, напряженно. Может, есть какие-то... Ну, вы уже все, что можно, пробуете. Ну, я думаю, что это связано с нервной системой. Попробуйте вместо габбой аминолон, может быть. Но там в состав то же самое. Можно есть 40-500 грамм в сутки. Конечно, можно. А почему нет? Что скажи про пептиды для жиросжигания? Я не видел рабочих пептидов. И вас приветствую. Я не видел рабочих пептидов. Я покупал вот эти 176-191. Вообще пустышка полная. Как мне казалось, опять же, повторюсь, я не увидел никакой работоспособности. Присед для бодиблинга параллели до упора. До параллели. Нижний, глубокий приседание между... Что лучше качать с грудными? А нет никакой связи. Вопрос не, что лучше качать с грудными, а как у вас тренировка вообще вся недельная сплит выглядит. Надо делать притворительное утомление. Это отдельный способ. И просто слово «надо», «нет, не надо». У меня вот, опять же, в каком-то месяце, в моем классе есть недели, когда все выполняется с предварительным утомлением. Вначале предварительно утомляется мышечный ассистент в многоуставном упражнении, а потом тренируется в базовом упражнении. Расскажите, пожалуйста, про новую квартиру. Не расскажу. Ну, отчего квартира, квартира. Потолки очень высокие. Что посоветуетесь фарм? Я не знаю. А что у вас уже есть? Давайте расскажите, что уже купили. Чем барыги-то сейчас там это... На ночь можно есть? Нужно на ночь есть. У меня жена в 9 придет. Я активно стараюсь. О, кстати, ребят, забыл сказать. Самоустраиваем челлендж. Будет... Я предложу вам, ну, те, кто захочет участвовать, это просто такая дурь, знаете, выполнить упражнение лежа на полу. Любое. Со штангой, с гантелей, какое-нибудь креативное. Выложить его в Инстаграм. Мы с Димой будем оценивать их по степени креативности, а потом будем давать призы. Я от себя банку протеина Голл Стандарт. Вы даже можете попросить у меня вкуса, потому что у меня в шкафу их штук 8, но вдруг не попадет, так что прошу прощения, если вдруг. Что лучше есть перекус на массу? Ну, не знаю. Я думаю, что все-таки углеводно-белковые какие-то продукты. Сильно подскакивает давление после становления. Что скажу? Скажу, что так и должно. И вопрос. Задумайтесь. По крайней мере, сдайте анализы, точнее, сделайте оценку состояния здоровья по сердечно-сосудистой системе. Если все в порядке, делайте. Вы думаете, люди, которые тянут 300 кг или больше, у них давление после подхода или во время подхода 120 на 80? Ну, конечно, нет. При наборе массы кардио стоит включать тренировки для сжигания жира. На мой взгляд, кардио при массонаборе лучше работает в отношении клубничной. Все, не вопрос. Клубничная значит клубничная. Вот. Для профилактики сердечно-сосудистой системы. Как укрепить осанку? Куда и куда в виде креатива? Блэ, как сложно. Есть ли смысл принимать аргинин на не профи? Да, конечно. Как раз вопрос профи. Есть ли смысл? Почему в Алма-Ату? Потому что в Алма-Ату пригласили. Как подтягиваться на сушку и как на массу? Как подтягиваться, когда вы стану? Нет, а будет Алма-Ате. Какие анализы, в первую очередь, нужно сдавать мужчине при похудении? Ну, слушайте, я бы сдал биохимию крови. Вот. Биохимию крови и, соответственно, гормонов. Скоро он назвал мифом белковое окно. И что я должен сказать? Я тоже самое говорю, что белковое окно существует, потому что есть исследования, которые пока... То есть мы можем назвать его как угодно. То есть есть промежуток времени, когда доступность аминокислот выше, чем в другой промежуток времени. Насколько вы можете назвать ее окном или не окном, это дело такое. Насколько это значимо, опять же, почитайте исследования, которые показывают. Есть исследования, которые показывают эффективность этого сразу посттренировочного приема Белковой пищи Есть те, которые показывают отсутствие Самое главное, они идут в одном обзоре Я сегодня весь день сидел и читал об этом Там написано, что краткосрочные исследования Не показали преимущество приема В какой-то промежуток времени Например, белковой пищи А долгосрочные исследования показали Андрей вырвал из контекста и взял первое Я в этом смысле никак не готов Комментировать Сколько дней принимаете, а сколько перетреновка Спасибо заранее Порядка 10 грамм принимаете Вообще, конечно, грамм 5, но он вряд ли будет работать Я руки-рот никак не могу найти Слушайте, я посмотрю, я не уверен, что у меня есть Я, знаете, так сказал Когда вы будете в Алма-Ате, можно узнать детали вашей визиты Я выложу афишу на эту тему Как лучше всего принимать креатин 10 грамм в день тренировки В 2 приема и 5 грамм в день отдых Про челлендж, его сроки и призы Димка Ишанькин будет за свой челлендж давать Банку своего протеина Я банку своего протеина У Димки Ишанькина будет подъем гантели 100 раз на максимальное количество За минимальный промежуток времени Гантели, по-моему, 15-16 килограмм А у меня будет креативное упражнение на полу Добрый день, креатин 5 грамм Нужна ли загрузка? Нет, не нужна Тренировка одной мышечной группы на один повтор На 10-20 повторений на один повтор То есть в нескольких режимах даст больше результатов, чем только на глядите Ну, я не понимаю, если вы просто в рамках один подход такой Один такой подход, один такой подход, ну, как-то вот логичнее Можно сказать, в вашу книгу, да, в Украине есть На БУК-24, а Украина тоже есть Что скажу про цитрулин? Малат Слушайте, ну, это цитрулин с органической кислотой Слушайте, прекрасная добавка, вот так же, как и все остальные добавки Которые являются донорами ОКИС-АЗОТО Два часа работы на две группы мышц от нормы? Ну, на мой взгляд, нет, но я же не знаю, что вы там делаете Если просто за два часа на две мышечные группы, наверняка, сделаете подходы в 40 Ну, это какое-то безумие Как отношусь к матче, к матче латте Я не знаю, что такое Ты счастлив, мужик? Ну, слушайте, счастье не может быть в перманентном состоянии Иногда я чувствую себя безумно счастливым Иногда прямо чувствую, что вот вообще какой-то такой вот несчастливый Ну, в целом, конечно, у меня все хорошо У меня взрослая дочь, она учится в медицинском университете У нас взрослый сын, у нас есть на что жить У нас есть на что путешествовать У нас есть на чем ездить Правда, зеркало мне на машине разбили И зеркало, оказалось, стоит 35 тысяч рублей, мать его Вот, ну, сейчас страховая компания Причем разбили не зеркало, а только лишь ее окантовку Так, дальше, что скажешь насчет того, что от спортивного питания почки не стоят Скажу, что я не видел ни одного исследования, кроме умозаключений Каких-то безумных врачей в медицинских заведениях на уровне поликлиники Кстати говоря, даже не только поликлиники Когда они несут вот эту ахинею Что делать, как делать отказ на турах В базовых или в изоляциях? Какая разница? Почему вы считаете, что изоляция, она должна как-то по-особенному? Если на массе нужны углеводы, тяжелые на ночь Если на массе нужны углеводы, тяжелые на ночь Слово нужно неправильно, вы можете углеводы съесть и распределить иначе Завтра первая работа тренера в фитнес-клубе Что посоветуете? Не бояться, полегче разговаривать с клиентами Постараться здороваться со всеми клиентами Это очень важно Вот вы пришли на новый тренер, здоровайтесь со всеми Чтобы вас воспринимали не как мебель То есть на обычную или на обычную Просто здоровайтесь Не делайте высокую активность Не надо пытаться подходить ко всем подряд клиентам поправлять Потому что многие клиенты уже занимались у ваших коллег И они, возможно, показывали им нюансы техники вот этой И будет не очень красиво Поэтому аккуратненько входить Телек сам пультом разбил, не жал Сам разбил Ну как, разбил, да Ну у нас теперь здесь в гостиной другой телек Вот, а в той мы привезли, ну тоже из той квартиры Есть акцент тренировки на силу, скорость и гибкость Нужно не париться о достаточном количестве белка На мой взгляд, да, нужно Подскажите, где еще информацию по исследованиям Просто набираете, ну к примеру, да, то есть набор К примеру, набираете Белково-углеводное окно К примеру, научное исследование Дальше нажимаете, и не просто слово научное исследование А дальше в каждом научном исследовании Точнее, в нормальном статье всегда есть ссылочка Да, то есть дальше нажимаете Слава богу, Google Translator Работает прекрасно Дальше нажимаете на ссылочку Копируете ее, опа, и читаете И если вы видите, что это исследование Было проведено, там, индекс читаемости Смотрите, что оно было просмотрено Значит, да Если вы нажимаете на ссылочку И ничего не видите Ну, тогда есть повод подумать, что это какая-то хрень Сколько приемов пищи в день? У меня один Ронни Колман, Майк Ахерн Ну, слушайте, это два Ну, на самом деле, Майк Ахерн Самый часто появляющийся на обложке журнала «Спортсмен» Регресс приседе, при общем прогрессе Ноги раз в неделю Что порекомендуете? Порекомендую только одно Признать то, что вы не можете постоянно прогрессировать Представьте себе, что Сила ног достигла своего максимума Ну, собственно, и все Вы же не можете постоянно Скажите, пожалуйста, как вы считаете Человек-новичок, либо после перерыва приходит в зал Есть смысл делать перерыв Делать неделю 6-8 в одну тренировку базу А именно же при стеке Считаю, что вообще это большой вопрос По поводу этих упражнений Не пишите Ронни, дайте послушать Санислав, здравствуйте Скажите, пожалуйста, дробное питание помогает набору массы Набору массы помогает тренировочный план И который обеспечен питанием должным Вы можете получать питание трижды в день И если вам комфортно Если вы чувствуете, что ваша пищеварительная система работает Значит, пускай это будет три Если вы понимаете, что три это много При той калорийности, которую вы съедаете Может, пять тысяч калорий Разбейте на пять Реально ли разогнать метаболизм? Нет, нереально То есть, при использовании гормональных препаратов? Нет Нужно ли спать больше, чем при обычной тренировке? Нужно ли спать больше, чем при обычной тренировке с железом? Если вы не понимаете, какая связь сподит Для 17 лет 44 раза подтягиваясь норма? Ну, я не знаю Ну, если вы гимнаст, то мне кажется, это хороший показатель Стоит отслушить леприста Ну, я не знаю, что он там фарит Ну, почему бы нет? Слушайте, как бы, как вот просто Общим фоном Не надо его рекомендации к себе применять Всего вам доброго и без травм Спасибо Если у протеини есть БЦА Нужно ли покупать БЦА отдельно? Если вы достаточно сбалансированным по питанию БЦА еще и лицин, в частности Высокой концентрации, содержится в молочных продуктах Тогда нет большой нужды Как отношусь к кету? Очень нравится мне эта диета Сам никогда не пробовал И я она не попробую Потому что сил у меня нет на ней ходить, жить Как отношусь к паблику протеин Никак не отношусь, не заходил туда несколько Ну, может быть, год, не знаю Нет, чуть меньше, наверное, месяцев 6 или 7 Не знаю, что там происходит Как научиться подтягиваться? Подтягиваться, отжиматься Нужно участь подтягиваться, отжиматься Меняя жир на силу воли Да, согласен, есть такие, кто, наверное, согласится Уменьшает ли вакуум талию или живот вообще Ну, он позволяет контролировать поперечные мышцы живота То есть контролирует как раз именно выпадение живота Напрямую уменьшить объем талии, наверное, вряд ли Эффективно ли делать сгибание руки со штангой Протяжку штанги набиться в суперсет Протяжку считаю малоэффективным Потому что огромная нагрузка будет забирать на себя плечи Очень неудобно для кистевых суставов Как отношусь к Дмитрию Голобочку? Знаю его лично Конечно, знаю Мы с Димой выступали в одной категории, по-моему, неоднократно Отношусь хорошо, с уважением Вот, старая школа Вот, свой стиль общения с своими подписчиками Ну, в общем, по большому счету Это же такая обратная связь Мы не можем быть все одинаковыми Вот Уважение для упражнений для душа санги Ну, просто делайте упражнения на верх трапециевидной мышцы На большие круглые мышцы спины Тяги сверху и немножко тяги назад Привет, привет, как вам, Брин? Ну, Ярослав, вообще красавчик, вакуум эффективен На мой взгляд, опять же, он не сделает существенную уши вашу талию Он позволит вам контролировать свой живот Вот Добрый вечер, как я отношусь к глютамину Хорошо, у нас с ним хорошее отношение Я его не принимаю на данный момент времени Уже говорил, 10 граммов в день тренировки после А в день отдыха перед сном Это же Кирослава Бринова, советы по диете и тренингу Вы знаете, мы хоть и знакомы Мы хоть и... Я провожу в его классах периодически вебинары Но вот внимательно Вот я не изучал вот то, что он... Ну, учитывая то, что очень многие, следуя его советам, получают реально хорошие результаты Смею предположить, что там все хорошо Можно беременность женщин пить протеин Смотря какой Я бы на вашем месте выбрал в качестве источника белка Протеин, который не содержит в себе подсластители искусственные Ароматизаторы искусственные И, соответственно, ну да, подсластители ароматизаторы Вот, поэтому такие есть Как наш Кирилл Усарович, ну, Кирюха вообще уникальный человек Как можно относиться к людям уникальным С уважением Не вредно ли принимать креативную вебинацию БЦА? Нет, не вредно Нужно ли принимать группу мышц между подходами? Или надо менять программу тренировок? Я не очень понимаю, что значит между подходами Когда вы делаете упражнения в нескольких подходах То между длительными перерывами подходами Есть смысл так называемым вставочным подходом Уменьшить объем на боках живота, как лучше Никак Ну нельзя Нет упражнений, которые приводят к То же Рита бы хотела видеть в эфире Рита не любит появляться на людях Она не умеет разговаривать Ну, в том смысле, она начинает запинаться Она теряет мысль Ну, потому что не все умеют разговаривать Вот Кому-то это в большей степени дано Кому-то это в меньшей степени дано Она вот в этом смысле не очень Не очень хорошо Вот Не думали выступать среди инвалидов, если только Какое самое эффективное упражнение для ширины спины? Не бывает самых и не самых Любые тяги сверху Какая вам подойдет, я не знаю В виде пулловера вели тяги широких хватом к груди Ну, или там За голову не нужны Как загадрить девушку в зале? Слушайте, не знаю, честно Не занимался подобной историей уже сколько лет Ну, слушайте, у меня Мы с женой познакомились в 2000 году, поэтому у меня не было возможности Особенно за бабами ухлестывать Вот Хотя было время на самом деле Вот Имеется ввиду подходов, как у интервью Брина Пропустил предовсянка вечером для набора массы Набор массы не осуществляется вечером, днем, утром или в какой-то промежуток времени Это процесс постоянный И для того, чтобы этот постоянный процесс проходил Вы должны обеспечить организм Хорошим количеством Необходимым количеством хороших аминокислот Из нормальных источников Белками, углеводами, жирами Расчет божевого по граммам, то разумеется сыры или готовые продукты Смотря что Если углеводы, то естественно в сыром визе Если белки, то конечно же в вареном Ну, потому что, собственно, понятно, что Это отличается лишь только наличием воды Расчет божевого по граммам, то разумеется сыры или... А, уже ответил Почему после аминокислот хочется есть? Потому что аминокислоты, в частности лейцин Провоцируют выброс инсулина А инсулин, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови А это, в свою очередь, приводит к появлению желания кушать Три силовых и две кардиотренировки в неделю Будет ли эффективным? Не знаю, но такая цифра, в общем, не пугающая Можно построить питание один день с протеином, один день без Я бы не стал этого делать Потому что протеин у нас не умеет накапливаться У нас нет депо протеина Протеиновый депо – это ваши мышцы А вашему телу примерно в день, точнее, вашему организму необходим белок Поэтому я бы так не стал делать Креатин способствует появлению камней в почках Напрямую – нет, но если вы имеете какие-то проблемы То, конечно, вы можете получить какие-то проблемы Курт гормона роста нет для выступающих спортсменов Какой эффект даст? Думаю, никакого Если соло – никакого Почему дергаются мышцы без боли? Ну, потому что спазмы какие-то Вы говорите о скорости на кандиллаке В игре самоумной Классная скорость ответа Спасибо Слушайте, а сколько времени? У меня часов нету Я даже не знаю, сколько времени Вы прямо говорите Какое время под нагрузкой По твоему мнению По моему мнению А, вот, написала, что осталось 29 К голоданию, Станислав Отношусь я отрицательно к полному голоду Ребят, осталось 24 секунды Завтра я обязательно выложу пост челленджем Ребят, поучаствуйте Реально прикольно Хочу подарить банку протеина Сам лично Завтра услышимся, увидимся Жму руку, обнимаю, целую Не знаю Будьте Будьте счастливы, здоровы И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok